Лучано Поворотти – всемирно известный итальянский оперный тенор, чье жизнелюбие и колоритная фигура навсегда остались в памяти поклонников. Он не любил минора ни в жизни, ни на сцене. Своим пением пробуждал в людях подлинное чувство, приобщал к культурному наследию, учил любви. С момента основания Грэмми он был награжден ею 15 раз, а в 1998 году получил премию «Легенда Грэмми». Лучано родился осенью 1935 года и стал шестым ребенком в семье Фернандо Поворотти и Адель Вентури из итальянской Модены. Долгожданного мальчика с пеленок баловали все, начиная с родителей и сестер и заканчивая многочисленными родственниками. Отец Лучано трудился пекарем, мама работала на фабрике по производству сигарет. Когда в 1943 году к власти пришли фашисты, семья переехала за город, где стала заниматься фермерским хозяйством. В одном из своих интервью певец вспоминал, как непросто было уезжать из любимого города Модены, который одним географическим положением делал людей талантливыми и жизнелюбивыми с рождения. Тот город погружен в туманы, от которых голос становится мягким, а вот ламбруска помогает быть неизменно веселым. У меня часто спрашивают, почему я пою. Потому что не могу иначе. Мой отец тоже пел. У него был волшебный голос, раз в сто лучше моего. Но перед карьерой певца он испытывал страх. То же самое я могу сказать о моем парикмахере, о соседском пекаре. У них тоже были прекрасные голоса. Но если у тебя нет железных нервов, певцом никогда не станешь. По воспоминаниям Тенора, ему было четыре года, когда он влез на столик и закричал «Мой папа Тенор, а я Тенорино!» «Там-там-там!» и запел «Сердце красавицы склонно к измене». Жизнь в окружении женщин, сестер, мамы, бабушек, теть, по мнению Лучана, сделала его голос лиричным и мягким. Увидев, что сын охотно поет и занимается музыкой, отец стал брать его с собой в церковный хор, где пел сам и приучил к духовным песнопениям мальчика. Дома же Лучана слушал патефонные записи Энрика Каруза и Тита Скипа, которых любил отец. Услышав однажды, как поет в юной повороте, профессор Донди вызвался давать ему уроки, но, заплатив за несколько занятий, Лучана перестал к нему ходить. Денег не было. Второй страстью мальчика был футбол. И он даже размышлял, что мог бы стать вратарем. Но заботливая мама упросила сына не травмироваться, а лучше стать учителем. По вороте получил педагогическое образование. Стал работать в школе, но мечты о большой сцене его не покидали. Тенор Ориго Поло, живший в Мадене и знавший о бедности одаренного юноши, был согласен давать Лучану бесплатные уроки вокала, чем тот с благодарностью воспользовался. Имея от природы абсолютный слух, Лучана схватывал знания на лету. Вскоре Поло уехал в Японию, а он стал заниматься у другого педагога. Объявив родителям, что хочет стать певцом, юноша оставил школу. У учителя было условие, если Лучана до 30 лет ничего не достигнет на музыкальном поприще, он перестанет ему помогать. Повороте согласился. Первое время он давал бесплатные концерты в соседних городках, что не приносило ему ни денег, ни особой славы. Он было совсем отчаялся в избранном пути, когда потерял голос из-за утолщения связок после перенесенного лавингита. Но спустя год голос восстановился, получив ту неповторимую окраску, которая помогла Лучана достичь вершины оперного мастерства. Успех пришел к Повороте в 1961 году на международном конкурсе вокалистов. Он стал безусловным его победителем. Тогда же состоялся его дебют на сцене театра Реджио Эмиля. Лучана появился на сцене в образе Рудольфа в опере Джакомо Пучини «Богема». В 1963 году Повороте уже выступал в Ковент-Гардене Лондона и в знаменитой венской опере с той же партией. С тех пор карьера итальянского тенора пошла в гору. Вместе с прославленной оперной дивой Джоан Элстон Сазерленд он выступал на сцене оперного театра в американском Майами, а после исполнения партии Тонио в опере «Гаэтану» Даницетти «Дочь полка» в Лондонском королевском театре его стали приглашать лучшие мировые сцены. В 1966 году он дебютировал в Ласкало, где сумел на полном звучании голоса спеть к ряду девять высоких нот до, после чего Повороте стали называть королем верхнего до. Его импресарио Герберт Бреслин организовывал выступления в самых известных театрах. Лучано гастролировал и с концертами, исполняя арии, канцоны и итальянские народные песни. Лучшими партиями Повороте по праву считались герцог Монтуанский в Регалепто, Манрико в Трубадуре, Радамес Ваиде Джузепе Верди. В 1974 году знаменитый тенор побывал с гастролями Ласкало в Москве, сделал записи памяти Каруза Аусоле Мио. Очередной виток мирового признания пришел к певцу вместе с совместным исполнением с Хосе Кареросом и Пласида Доминго, арии из оперы Джакомо Пучини, Турандот в финале Чемпионата мира по футболу в Италии. Три тенора, как их впоследствии стали называть, спели арию в Риме, в древних банях, каракаллы. Запись выступления была растиражирована и раскуплена в таком количестве, что данный факт был зафиксирован в книге рекордов Гиннесса. Стали говорить о том, что Повороте вынес оперу на улицу, нашлись критики, укорявшие звезду в неразборчивости, а он тем временем собирал многотысячные аудитории в Гайдпарке Лондона и Центральном парке Нью-Йорка, дал открытый концерт в Париже на Марсовом поле. Концерты Повороте Доминго Карераса стали традиционными для Чемпионата мира по футболу. В программе Повороте и Друзья, созданной Лучано, выступали самые известные эстрадные исполнители, в числе которых Стинг, Селин Дион, Элтон, Джон – личная жизнь. Первой женой знаменитого тенора стала начинающая певица Адуа Верония, с которой он познакомился, обучаясь пению у Ариго Полой. Девушка также брала уроки вокала, и Лучано со свойственной ему страстью стал ухаживать за ней. Пожениться они смогли только в 1961 году, когда Повороте добился первых успехов. Через год у пары родилась дочь Лоренцо, а в 1964 году еще одна девочка – Кристина, а в 1967 году завершила детское трио «Малышка Джулиана». Лучано не был верным мужем, да и при его популярности это было довольно трудно. Итальянский темперамент требовал выхода не только на сцене, в Повороте как воздух было необходимо обожание, особенно прекрасной половины – публики. Прожив Садуа 40 лет, Лучано влюбился, словно в первый раз, в молодую женщину Николету Монтовани. На тот момент ему было уже 60, а его избраннице исполнилось 24. Любовь была настолько сильной, что певец решился на развод. По признанию артиста, это был очень тяжелый для всех период, но как только их Садуа официально развели, он сделал предложение возлюбленной и принялся за постройку особняка для своей новой семьи. В 2003 году у пары родились двойняшки – мальчик Рикардо и девочка Аличи. Сын умер через несколько дней, Повороте остался без наследника и посвятил остаток жизни жене и дочке. Великий тенор вышел на сцену в последний раз в 2004 году. Он уже знал свой диагноз – рак поджелудочной железы. В Нью-Йоркской Метрополитен-опера Лучано официально объявил о своем уходе, после чего предстал перед зрителями, как Марио в опере Джакомо Пучини «Тоска». В конце представления зрители аплодировали, стоя более десяти минут, прощаясь со своим кумиром. В последнем интервью Повороте признался, я был везучим до шестидесяти пяти лет, потом пришло это несчастье, и теперь я расплачиваю за это везение и счастье. Но я нахожу подпитку в моем детстве, которое было бедным и счастливым, и я прекрасно осознаю все происходящее. Болезни меня никогда не тревожили. Опухоль, ты ее чувствуешь где-то внутри, она тебя перерабатывает. Теперь я хорошо сплю, и я оптимист, и буду им оставаться до самой смерти. В 2005 году был выпущен альбом с лучшими номерами Повороте, а в 2006 году на зимней Олимпиаде в Турине, как обычно, спели три тенора. Последний раз после этого певец лег на операцию, которая немного улучшила его состояние, но ослабленный организм не справился с пневмонией. Лучано снова попал в больницу. 6 сентября 2007 года в родном городе Мадене в повороте скончался.